Дальше я перехожу уже непосредственно к трубе и делаю все те же самые упражнения воздух-звук и квинты с соединением на трубе. Дальше я перехожу и делаю все те же самые упражнения ну и так опять же на весь диапазон который у вас получается в данный момент. Я играю это по гаммам потому что мне так удобнее можно выбрать любые другие последовательности мне нравятся гаммы заодно и пальчики потренировать можно. Дальше упражнение квинты с соединениями на слоге хи-хи. Вы играете. Ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши. И так на весь диапазон инструмента, который у вас получается в данный момент. Ну вот и, собственно, основная часть моей ежедневной разминки закончилась. Дальнейшие занятия зависят от того, что вам предстоит делать сегодня. Если у вас много работы и так, то можно на этом и остановиться. Если у вас нет сегодня концерта или нет никакой работы, то можно продолжить. И дальше я делаю упражнение, которое называется «Скользящий гамм». В одном из предыдущих уроков мы с вами обсуждали это упражнение. Я его делаю в таком варианте. «Скользящий гамм» «Скользящий гамм» «Скользящий гамм» Вот. И так нужно делать на весь диапазон инструмента, получающийся у вас в данный момент. Дальше можно отработать губные трели. Я это делаю таким образом. «Скользящий гамм» Ну и соответственно, дальше кварты, терции большие, терции большие. Малые секунды, большие секунды, малые, и упражнение ручеек. Упражнение ручеек выглядит следующим образом. Ну и так далее. Можно погонять быстро, если у вас получается, можно медленно отработать. Это очень хорошее упражнение, развивающее как раз гибкость. И иногда я еще играю такую модификацию упражнения Герберта Кларка, которая тоже мне позволяет хорошо сформировать губную щель, и нажим она тоже хорошо работает. Герберта Кларка Ну и так далее. От ля, от ля бемоля, от соль и от фадьеза. Герберта Кларка Герберта Кларка